всем привет мои хорошие сегодня в этом видео я хочу показать вам как окрашивать трубочки колером колером у меня использован вот такой все секреты как сделать вот такие бомбические вы посмотрите они просто великолепные трубочки вы увидите в этом видео также я хотела сказать девочки о том что у нас есть чат для любителей плетения этот чат я оставлю обязательно в описании также у меня проходит раз в месяц теперь будет проходить семидневные прямые эфиры в которых мы с вами будем плести вы после каждого семидневного эфира будете уходить от одного до трех изделий поэтому вы можете также присоединиться в чат который у меня есть в описании туда вы отправляете все свои хотелки по плетению также вы отправляете по условиям моего семидневного тура вы отправляете туда свои скрины о том что вы были на прямом эфире для того чтобы участвовать в разных розыгрышах и получать просто бомбические призы так что девчонки приятного вам просмотра смотрите как сделать крутые трубасы чтобы ими плести все что вам захочется ими можно плести девчонки даже корневым плетением поэтому девчонки ставьте лайки смотрите и кайфуйте как я крашу свои трубочки с использованием колера колера я вот этот сейчас взяла коричневый покажу вам я больше люблю конечно натуральные пастельные тона и поэтому я взяла вот такого вот цвета колер для этого нам понадобится колер дюфа дюфу я здесь использую обычную простую нашу советскую дюфу в пластике дешевые сердиты можно конечно добавлять дюфу из металлической банки тоже эффект будет крутой вода ложка и эмали радиаторов эмали радиаторов лучше использовать совсем чуть-чуть и резервуар куда мы будем с вами разводить наш краситель у меня это вот такой стаканчик из-под сметаны в нем я буду разводить свой состав для разведения состава я для начала кладу а еще нам понадобится аквалак для паркета и полов тогда ваши трубочки будет вообще шелковистые обалденные и крутые для этого я открываю нашу дюфу еще раз повторюсь вы можете использовать любую совершенно пропитку не только дюфу той которой вы работаете все эту пропорции оставлю обязательно в описании кладу ложку лака перемешиваем это обязательно потому что если вы эмаль хорошо не перемешаете у вас на трубочках будет появляться белые пятна и как будто краска будет с них стекать я добавляю эмали совершенно чуть-чуть вот я беру ложку даже без всяких горок без ничего буквально ложку опять перемешиваю потому что уже эмали здесь есть перемешиваем хорошенько колер на не забываем и кладу две ложки колер девочки воды я не кладу здесь 100 миллилитров 50 миллилитров 30 миллилитров все это я делаю на глаз чтобы у меня моя консистенция была очень и жидкой потому что крашу я это все не кисточкой а путем обычной морилкой вот таким же путем я и крашу колером никаких кисточек все делаю жиденький раствор надо я лучше покрашу два раза то есть я покрасила один раз подождала чуток там пока все это стекло с моих трубочек до посмотрела что мне цвета не хватает допустим и окунаю их еще раз вот на составу готов сейчас я возьму трубочки и мы с вами их вместе и покрасить вот мой жидкий состав видите он очень жидкий прям как вот наша обычная морилка мои трубочки мой резервуар страдальный и выливаю свою консистенцию беру трубочки и вот так их волякую вот они уже с первого раза посмотрите какие хорошенькие и помещаю их в другой резервуарчик на просушку таким образом если сокращу все свои трубочки которыми нужно определенное количество и при окрашивание колером вот при таком составе что мне очень нравится трубочки когда подсыхают они такси они не прилипают друг другу то есть не только вот мы смотрим да за то чтобы на трубочки не прилипали друг другу они сами по себе становятся как такие рыхлые то есть я дам не через каждую партию их до тереблю после окрашивания вот я уже тогда нам обработала 5-6 у таких кучек да и я там потеребил я ну я скажу что они вот при окрашивании уже да не так как много эмали не было было здесь добавлено дюфа лак они сами по себе вот такие вот более рыхлые рассыпчатые и у них нет вот такой вот клеевой пленки прям вот чтобы клеилась поэтому мне этот вариант очень очень понравился я таким вариантом красила розовые трубочки потому что после обработки когда мы обрабатываем такие вот трубочки и добавляем еще сюда дюфу или лак они становятся вообще просто божественными просто божественными и здесь при таком окрашивание надо им совсем давать до конца быть просушенным поэтому используйте этот вариант он очень реально классный я вам скажу что прошло меньше часа кончики еще конечно сырые здесь а здесь уже все сухое ну то есть где скрутка влажная но ничего страшного видите от эмали плохо все-таки перемешала появились вот такие вот просветы но я думаю что я с ними справлюсь если что сделаю патин дальше мы обрабатываем наши трубочки обрабатываю трубочки я дюфой плюс лак я имею ввиду когда я смешиваю дюфу вот нашего производства тогда я добавляю лак альпиновский лак делаю консистенцию чтобы она была дюфа это жидкая альпина у нас густая я делаю вот такой вот каши что прямо вот жидкости кого не жидко густо господи что-то у меня сегодня все жидко густо так и начинаю обработку обрабатываю я прям сверху госта здесь уже надо быть немножко попредельно внимательны плане того чтобы трубочки у нас не шутка склеивались ну и вот так обрабатываю трубочки если жду когда они все пропитаются если необходимо мне будет я обработал феном заверну в пакет и уберу в холодильник после суток в холодильнике эти трубочки просто волшебство ими можно плести и корневое и обычное плетение вы не видите вы таких трубочек вы еще наверняка не держали у себя в руках вам они очень очень понравится поэтому попробуйте вот такой вот рецепт окрашивания с обработкой и я думаю что вам понравится также я обработала трубочки без эмали я чуть-чуть взяла тон потемнее сейчас покажу они мне еще подсыхают они немножко темнее то есть я в этот коричневый добавила черный колер сейчас придвину добавила чуть-чуть черного колера и получилось получилось потемнее здесь конечно за счет мали кладкость консистенции да вот а здесь эмали нету и конечно после обработки будет более видно мне так кажется что немножко неровно окрасилась посмотрим когда они подсохнут полностью если что еще раз пройдусь красителем составом своим но вот такой вариант не должен понравился ну тоже край можно потом эмалью взять и изделия придать такую или же сами трубочки придать старину тоже будет хорошо тоже интересно как застаренная уже так 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 Субтитры сделал DimaTorzok